Субтитры сделал DimaTorzok Блин, не построить вот этот просто Титаник, ребят, Титаник, да Сегодня мы будем строить вот такой вот огромнейший корабль Титаник Вот, если кто не знает, то вот тут картиночка где-то справа, слева, снизу, таря-ля-ля Вот, и, ну, я уверен, что все знают, что такое Титаник, друзья Все должны знать, что это такое, блин, потому что это исторический момент Вот, и сегодня, друзья, да, я попробую построить его Я не знаю, сколько времени уйдёт у меня на постройку всего этого Но я заранее попрошу вас лепить большой-большой-большой лайкусик Потому что я уверен, что я сегодня тут на часа 2-3 точно Потому что это быстро нифига не строится, нифига подобного Вот, поэтому, друзья, начинаем мы вот с такого маленького потика А сейчас я отправляюсь строить И я продолжу уже тогда, когда я покажу уже Точнее, когда я уже построю вот этот гигантский, огромный Титаник Пожелайте мне удачи, пожалуйста, в комментариях Потому что я ещё пока не знаю, как это строить Но, судя по картинке, буду смотреть на неё Буду изучать Титаник, смотреть видосики И постараюсь сделать реально что-то похожее на этот корабль Ну, друзья, всё, погнали! Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Ну что ж, дорогие друзья, вот и прошло где-то, наверное, часа 4-5, это точно Потому что на постройку вот этого огромного Титаника у меня реально ушло очень много времени Вот, то есть начинал я в 5 утра и заканчиваю вот сейчас 11 утра Но я делаю небольшой перерыв, потому что это реально жёстко, ребят Это реально жёсткий челлендж Но надеюсь, что хоть как-то мой корабль похож на Титаник Я правда очень надеюсь, конечно, осталось его ещё немного разукрасить Ну как немного? Полностью надо разукрасить его, но это тоже где-то уйдёт ещё, наверное, около часа Вот, но, друзья, я надеюсь, что вам нравится то, что я построил Потому что выглядит это, конечно, супер-супер-супер масштабно Я не знаю, какого это размера, но что вы понимали В игре у меня сейчас 20 фпс и строить что-либо ещё я просто на всё боюсь Вот, я вам уже, ну, чуть попозже, как только мы вот прям 100% закончим с покраской И я ещё хочу внутри немного как-нибудь обустроить Вот тогда я уже, ребята, вам буду подробно рассказывать Как я всё это строил Сколько времени это заняло И какие ошибки я допускал и так далее В общем, ребят, это полная жесть Ну что ж, дорогие друзья Это было очень сложно Это было очень долго И это реально заняло очень-очень много времени Пока ты его построишь Пока ты его покрасишь Пока ты что-нибудь внутри сделаешь На это уйдёт реально уйма времени Ребят, если вы, не знаю, поверите Ну, правда, я говорю серьёзно, правда У меня на всё про всё Ушло часов 5 или, может быть, 6 Я в шоке просто Я в шоке от того, что я уделил этому кораблю столько времени Вот, ну а теперь давайте я буду показывать его, наверное, ближе Я надеюсь, что игра не будет сильно лагать У меня сейчас 20 фпс Вот единственное, вот единственное, о чём я постоянно переживал Вот без этого вообще никак не обойтись Это то, что каждый раз, когда ты ставишь очень-очень много предметов То есть тут есть ограничения Тут нельзя ставить бесконечно предметов И у тебя игра лагать не будет Нифига подобного Так не будет, ребята, вот То есть тут, если ты поставил очень много предметов То игра начинает потихоньку лагать всё больше Больше и больше Вот, но когда у тебя вот такая посудина тут стоит Так это вообще жесть, ребят 20 фпс, реально 20 фпс Вот, и плюс ещё и строить надо Вот с такими лагами Это вообще было неудобно Поэтому всё затягивается ещё на гораздо дольше Вот, но в принципе, в принципе Если посмотреть на картинку Титаника Как бы там, не знаю, где-нибудь в интернете, да То вроде как похоже Вроде как похоже Да, и давайте я вам буду потихоньку, наверное, рассказывать Что да как вообще Потому что я столкнулся реально с большим количеством проблем Единственное, давайте, наверное, сейчас поспим Чтобы у нас было светло, чтобы было всё видно Итак, давайте заделаем эту дырку Чтобы было просто красиво Просто реально другого входа нет Вот, ну, ребята, не продумал я это Потому что реально столько проблем с этим Титаником было Это кошмар Короче, всё, смотрите Как только я начинал строить всё это Первое, с чего я начал, это нижняя палуба То есть вот фундамент, скажем так, да Именно каркас И вот что из этого получилось То есть сначала тут было всё ровно, всё чётко Потом я построил второй этаж Что тоже было всё ровно и чётко То есть не было вот таких вот дырей Но из-за того, что потом Уже было реально очень много предметов Которые, когда я только добрался до основной палубы, да То есть когда мне надо было уже строить там каюты Там верхние и так далее То как бы у меня уже было FPS 15-20 И я подумал, типа, что мне надо было всё это делать гораздо проще Что просто изначально я планировал, что на этих этажах тоже что-то будет стоять То есть я просто не рассчитал по масштабам немного Вот, и поэтому из-за этого я столкнулся вот с такими проблемами Поэтому вот так много дырок тут снизу Потому что я убирал, уничтожал все вот эти платформы Весь вот этот фундамент, чтобы предметов было поменьше Чтобы лагов тоже было поменьше Но всё равно, ребята, да, вроде в какой-то момент это и спасало Но всё равно я понимал, что впереди у меня ещё предстоит огромнейшая работа И что на это вот так же уйдёт уема времени Поэтому у меня получилось первые два этажа с дырками вот такими Так, давайте кратко заберём То есть, как вы можете заметить, да, вот такие вот дыреньки тут присутствуют Как бы, да Но, к сожалению, ребята, реально без этого никак не обошлось Но вот так вот, вот в воде Вообще Титаник мой должен был уже давным-давно затонуть Да, но вот как-то на плаву он держится Ладно, ну тут ничего нету То есть тут просто пустота Тут вообще ничего нету Хотя я такие планы грандиозные Просто там столько всего придумал интересного Что можно вместить сюда На вот этот этаж, на вот этот этаж Но, к сожалению, ребята, реально вот в игре есть ограничения по предметам Да, есть свой максимум, который ты можешь использовать Поэтому давайте просто перейдём уже туда Где действительно можно что-то интересное такое показать То есть реально всё выглядит очень масштабно Ребят, согласитесь Я реально, я когда сам увидел, что построил, я офигел На Титаник вроде как похоже Ну серьёзно, это вроде похоже Вот, то есть смотрите Здесь у нас идут уже основные кабины То есть, во-первых, смотрите Тут у нас просто палуба Я не знал, что уже сюда поставить Я думал, может какой-нибудь бар поставить Но на Титанике я не знаю, был он или нет Я рассматривал ещё картинки в интернете Чтобы как-то максимально похоже это сделать Но совмещая это всё с лагами И совмещая это всё с ограничением предметов Это просто нереально сделать Поэтому, ребят, просто поймите меня Что я уже, что просто 20 фпс Это минимум, это максимум Что я могу уже всё Это дальше уже всё, нет И то у меня иногда проседает до 15 И это просто некрасиво получается Ну, в общем, здесь у меня По плану вообще должен был быть переход То есть с одной стороны вот отсюда Вот с этой стороны То есть с этой палубы на ту палубу Вот И тут ещё должны были стоять всякие стульчики Там всякие столы Да, то есть чтобы люди могли как бы вот Ну, представим, что здесь, например, дофига людей на этом корабле И вот чтобы они могли спокойно подойти И посмотреть как бы в окошко там Да, или кому-то, возможно, плохо станет В общем, вы поняли, что я хотел сюда поставить Там может быть картины какие-нибудь развесить Там вот, например, акулу вот какую-нибудь такую вот поставить Да, и вот зря поставил у меня минус 2 фпс Ну-ка, дай я тебя заберу, дай я тебя заберу Так, идём дальше И с той стороны, то есть с противоположной стороны С параллельной к этой тоже такой же проход Но я его уже не успеваю доделать, ребят Тут просто покрасить его надо и всё Вот, но самое крутое Да, это вот ещё одна палуба То есть это, я не знаю, как описать, ребята Именно что это такое Потому что, честно, в кораблях я не особо разбираюсь То есть там всякие мачты Там всякие паруса Вот это я, ну, обозначение толком не знаю Вот И вот тут вот я тоже много-много-много всего интересного То есть прям большие планы на это строил Но, к сожалению, вот, ребята Из-за того, что лагает Из-за того, что предметы Опять же, повторюсь, да Всё пошло просто наперекосяк Ну, а теперь мы заходим в самую интересную часть Как по мне, в нашем корабле В нашем Титанике, да Вот, легендарном, историческом просто корабле Это, конечно же, каюты Вот Я прочитал даже то, что там было, по-моему, 3 класса кают То есть там были какие-то супервивы Ну, короче, вы поняли, да Вот Поэтому я решил тоже сделать Не прям как в Титанике Но по-своему У нас есть, ребят, смотрите У нас есть два этажа, во-первых, да Вот У нас есть номера стандартные Потом уже идёт что-то типа бизнес-класса А уже потом У нас идут, конечно же, VIP-номера Вот То есть На первом этаже я ещё мало Я вообще на самом деле Первым этажом не занимался Потому что Опять же возвращаемся к разговору Про предмет Про предмет, да Вот А вот на втором этаже я уже всё-таки начал Вот я как раз-таки с него и начал Но потом понял, что я с первым этажом не справлюсь Вот И плюс самому Одному это всё безумно сложно делать Правда Это очень сложно делать Так, смотрите Давайте начнём сначала не с кают Вот Тут у нас идёт, получается Управление кораблём То есть вот такие вот у нас Компьютеры стоят Хотя я не знаю Я гуглил Я гуглил Как мне было, правда, интересно Как выглядит, вот, получается Кабина управления Титаником Но почему-то я никаких картинок не нашёл Я просто не знаю Не уверен в 90-х годах Как бы Были ли уже такие компьютеры Как бы или нет Вот Поэтому я всё равно поставил Уже бог с ним Пусть будет так Вот Но я всё-таки думаю, что были Поэтому Поэтому Вот представим такую себе картину Что Наш корабль Наш Титаник Управляется именно Из этой кабины Вот Тут рабочий стол Тут у нас, типа, я не знаю Там какие-то вещички Можно сложить, да Ну а тут у нас обеденный стол Где можно просто сесть, поесть Или обсудить какие-нибудь там дела с командой Да То есть, которая работает на тебя На капитана Вот Ну а дальше Давайте посмотрим, ребята На кабины Которую я успел всё-таки сделать То есть По-моему Вот сейчас мы зайдём в кабину Вип-класса Да Вот Мне так нравится Правда Это так смешно звучит Так Добро пожаловать Смотрите Значит Здесь у нас отдельная комнатка Где можно просто полежать Вот так вот на гамаке Да Вот Посмотреть в окошко Как бы всё круто Всё красиво Всё чётко Вот Дальше У нас идёт двухспальная кровать А где Ну Понятное дело Что это двухместный номер Вот Это типа телек То есть Тут можешь просто лечь Либо смотреть на своего товарища Да Или не товарища На твоего напарника Я не знаю Там Или Или ещё кого-нибудь Там Да Или Можно включить радио Можно включить там Я не знаю Телек Посмотреть Да Вот Потом Тут у нас типа идёт гардероб То есть сюда складываются вещи Тут у нас календарь Тут у нас Представим что это картина Да Вот И тут у нас обеденный так же стол Правда Я не знаю почему четыре стула Но да ладно Потому что у нас двое Как бы Номер-то двухместный Вот Ну Погнали дальше Это был Ой 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 Не туда зашёл Так Да господи Как выйти из этого Так Мне это уже Так Тихо Тихо Нет Не хочу ложиться на тебя А то есть я могу просто Вот так вот лечь кому-то в номер Просто тупо через стенку Вот Так же смотрите Тут везде пронумерованы номера То есть У каждого есть свой конечно же номер Вот То есть ты получается Там не знаю Купил заранее Там какую-нибудь поездочку Такую да Кругосветное путешествие На Титанике Да Вот И у тебя например Номер 125 Ты заходишь Нет Нет Этот номер я не делал Этот по-моему тоже Так Вот этот тоже Где-то здесь по-моему был ещё Во Вот следующий Вот этот Вот например у тебя номер 121 Да Ты такой заходишь Это кстати Вот это по-моему бизнес класс Да Вот это уже идёт бизнес класс То есть смотрите Здесь ты спишь Здесь также ты смотришь телек Вот Ну а тут уже Ну это одиночный Это получается номер для одного человека Вот То есть тут ты также можешь посмотреть телек Тут можешь перекусить Да Тут можешь не знаю Там сесть поделать Какие-нибудь там Бумаги подписать Там договора какие-нибудь Там я не знаю Или ещё Ну а тут тоже Такой мини гардероб получается Вот Всё компактно Всё такое уместительное Комфортное Красиво Очень классно Вот я бы на самом деле Не отказался от такого номера Мне очень понравилось Вот Ну конечно бизнес класс Покруче будет Так А дальше по-моему У нас вот тут вот ещё Да Вот я кстати не определился Потому что изначально Я хотел построить этот номер В качестве как Обычного номера То есть самого дешёвого На корабле Но по-моему получилось Даже Даже очень круто Смотрите Мы заходим Тут стоит столик Где также можно например Открыть бумагу Там Открыть книгу Почитать Там Пописать что-нибудь Да Вот Тут у нас идёт Обеденный так же стол Где опять же Как всегда говорю Можно поесть Да Вот А потом Календарик Ну не гардероб Ладно Это пусть будет для вещей Да Вот Ну и также номер у нас Двухместный Потому что тут две кровати Ну и конечно же Телек Ну и можно Вот так вот наблюдать Что происходит На этой палубе Да Можно смотреть Просто в окна Как бы Ну номер Получился реально Симпотой Но как я понимаю Это нифига Не обычный номер Это достаточно Такой хороший номер А давайте Я вам покажу Смотрите Вот в общем Это у нас Типа ковёр Такой идёт Да И у нас реально У нас тут очень много номеров На самом деле На этаже Вот просто посмотрите Сколько табличек И каждая табличка Означает что это номер Вот То есть есть такие номера Есть вот так Так это у нас спуск вниз Есть получается Вот такие номера Блин Если это конечно Всё было бы прикольно Обустроить То было бы конечно круто Вот Но опять же Эти ограничения Которые я не понимаю Вот почему в Майнкрафте Можно сколько угодно Я не знаю Блоков ставить У тебя ничего лагать не будет А тут Короче жалко Реально очень жалко Потому что у меня Прям столько идей было Я прям как начал строить Меня так затянуло Что прям капец Так И здесь у нас Во Обычный номер То есть это вот Без окон Без дверей Да Вот И получается Что он очень маленький Очень простенький То есть тут достаточно Поставить Я не знаю Какую нибудь Одну кроватку Да Там я не знаю И Ну вот Стол может быть Какой нибудь Обеденный Да Там я не знаю Сундучок Какой нибудь Типа вот сюда Да Вот давайте сделаем Вот так вот Вот так вот Например Я просто хочу Показать вам ребят К примеру Как это вообще Будет смотреться Да То есть обычный номер Может кому то будет интересно Ребят бронируйте Мест много Как вы понимаете Да Вот Мест реально много Как бы Если нужен какой нибудь Бизнес класс Можем сделать скидочку А если вип Там тем более Вот так Ну можно поставить сюда Думаю светильник И Чего то не хватает Чего то Обеденный стол есть Можно я не знаю Поставить сюда Вот так вот Типа телек Да Или Вот как то Нет Давайте не сюда Давайте телек Поставим как нибудь Как нибудь Вот Вот тут Вот так вот Да А тут мы поставим Просто обычный стол Рабочий На который можно будет Просто немного поработать Также Ну мне кажется Это просто самое основное Что должно находиться Реально в номере Вот И то есть Вот так вот получается То есть Здесь также будет стоять Стульчик у нас Давайте его типа задвинем Вот так вот Да Все Здесь можно пройти Спокойно к этим сундукам Да Тут можно сесть спокойно За обеденный стол А тут можно просто Лечь спокойно И поспать В принципе Тоже номер Получается достаточно Комфортабельный И Жить можно Самое главное, чтобы была крыша над головой Это самое главное, вот, ну, друзья В общем, вы поняли, что я пытался сделать Надеюсь, у меня это правда Получилось, потому что я очень много сил Потратил на это, вот, и Много что просто шло против меня Также, смотрите, вон, видите, сверху Получаются вот такие вот трубы Гигантские трубы Вот, и вроде реально получилось Более-менее реалистично, это что сейчас было? Подожди, корабль потряс или что, или мне показалось? То есть, вроде более-менее Реально получилось реалистично Прям как на фотографии Да, прям как на картинке Которую я показывал в самом начале Поэтому, друзья, я надеюсь, вам это понравилось Я надеюсь, вы сегодня поставили очень много лайкусиков Вот, блин, кстати, там забыл закрасить Придется все снова исправлять В общем, друзья, я надеюсь, вам это видео понравилось Вы поставили очень много лайков Подписались на мой канал Если вы хотите, чтобы я построил так же что-нибудь крутое Что-нибудь масштабное Что-нибудь такое же по размерам Ставьте обязательно лайк Ставьте обязательно лайк И я попробую что-нибудь такое же придумать Либо что-нибудь восьмом из комментариев Может быть, что-то вы предложите, я не знаю Посмотрим, 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 посмотрим Но обещаю, что это не последняя масштабная постройка Которую я заготовил Да, у меня есть еще пара людей Поэтому, ребят, если хотите Ставьте лайкусики Вы уже все знаете Все условия вы уже услышали Все, ребят С вами был, как всегда, Кофе Всем до скорой встречи И всем пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому